Переход в Мадридский Реал — мечта практически каждого игрока, ведь клуб в полном объеме может удовлетворить как карьерные, так и финансовые амбиции футболиста. В силу высоких стандартов, в стане королевского клуба всегда присутствует высокая конкуренция и давление прессы, которые далеко не всегда идут на пользу. В современной истории было немало примеров, когда многообещающий игрок не раскрылся в Мадридском клубе, но после отправлялся на новое место исполна реализовывал свой потенциал. Мы представляем топ-футболистов, которые ушли из Реала и заиграли в другой команде. Но перед продолжением ответьте на традиционный вопрос. Друзья, какого игрока сливочные продали дороже? Варианты. Рафаэль Варан, Альвара Марата, Месут Азил, Анхель Демария. Черкните свои ответы в комментариях. Заранее спасибо. Арьен Робен Нидерландец оказался на Сантьяго Бернабеу летом 2007 года за 35 миллионов евро. И на тот момент стал самой дорогой продажей в истории Челси. В Лондоне игрок зарекомендовал себя как одного из лучших вингеров АПЛ. Но раскрыться в полной мере не позволили травмы. Полузащитник надеялся, что переезд в Мадрид позволит ему выйти на новый уровень. Но глобальных изменений, к сожалению, не последовало. В мадридском Реале Арьен задержался всего на два сезона, где по-прежнему испытывал проблемы со здоровьем. За весь период работы за сливочных, по причине разных повреждений, Робен пропустил 15 матчей во всех турнирах. Это, конечно, не то же самое, что у Эдена Азара. Но травмы как-никак всегда замедляют прогресс и заставляют набирать форму заново. В общем, за два года Арьен провел за Реал 66 матчей, где отметился 13-ю голами и 15-ю ассистами. Показатели не самые худшие, но потенциал нидерландца явно позволял ему рассчитывать на большее. В 2009 году сливочные купили в атаку Ронолду, Кака и Бензима. В свою очередь, Робен вполне мог остаться, ведь пришедшие игроки не выступали на правом фланге и не являлись для него конкурентами по позиции. Тем не менее, футболист не видел перспектив на Барнабеу и решился на уход. Слова Арьена Робена «После двух лет в мадридском Реале я перешел в Баварию. Изначально сомневался по поводу мюнхенского проекта. Я не знал, принимаю ли верное решение. Но сейчас могу точно сказать, оно было лучшим в моей карьере». Так Робен комментировал свой следующий шаг спустя несколько лет. «Если взглянуть на достижения игрока в Мюнхене, то никаких вопросов возникнуть не должно. В Германии Арьен сполна раскрыл потенциал и стал одним из самых образцовых игроков в своем амплуа. Пожалуй, никто в мире не умел так изящно смещаться с фланга в центр и наносить обводящий удар в дальний угол. За 10 лет в Баварии игрок забил 144 гола и отдал 100 ассистов в 308 матчах. Если говорить о трофеях, Робен выиграл 8 салатниц, 5 кубков Германии и одну лигу чемпионов, хотя принимал участие в трех финалах. Уэсли Снейдер Воспитанник Аякса перешел в Реал за 27 миллионов евро, когда ему едва исполнилось 23. Так же, как и Робен. Нидерландец прибыл в команду в 2007 году и ушел спустя два сезона. За 65 матчей и футболки сливочных полузащитник отметился 11 голами и 12 ассистами во всех турнирах, но в целом смотрелся довольно скованно и не смог реализовать свой потенциал. Летом 2009-го на Сантьяго-Барнабеу состоялась перестройка, поэтому не входивший в планы руководства футболист без особых раздумий был продан в Миланский Интер всего за 15 миллионов евро. Тем не менее, уже совсем скоро Снейдер заставил президента Флорентина Переса пожалеть о своем решении. В стане и разуре под руководством Жозе Мауринью хавбек сразу же вырос в настоящего топа и уже в дебютном сезоне помог команде оформить золотой трэбл, что символично в победном для Интера финале Лиги чемпионов против Баварии. Уэсли на Сантьяго-Барнабеу встретился с Робаном, с которым еще недавно играл на этом стадионе в составе Реала. Несколько месяцев назад игроки были вышвырнуты из клуба, а теперь были одними из главных действующих лиц финала Лиги чемпионов. В то же время сливочные выдали бестрофейный сезон и попросту кусали локти. По завершению кампании Снейдер дошел со своей сборной до финала чемпионата мира, после чего стал одним из главных претендентов на золотой мяч 2010. И пусть ту награду забрал Леонель Месси, нидерландцу было чем гордиться. В последующие годы Уэсли продолжал показывать достойный футбол, но так как Интер сбавил амбиции после ухода Мауринью, на самом высоком уровне полузащитник больше не светился. Ашраф Хакими Четыре года назад у марокканца не было шансов пробиться в основу Реала из-за конкуренции с Даниэлем Карвахалем, который считался одним из лучших правых защитников в мире. Самому испанцу ради завоевания места в старте в свое время тоже пришлось покинуть сливочных и отыграть сезон в Байере. Поэтому в 2018 году Хакими решил пойти похожим путем и на два года отправился в аренду в другой клуб из Бундеслиги, в Дортмундскую Боруссию. В стане шмелей Ашраф со временем начал получать регулярную игровую практику и к окончанию своего пребывания в клубе вырос до одного из самых результативных защитников Европы. За два сезона футболист отметился за немцев 10-ю голами и 17-ю ассистами. Мало кто на тот момент мог похвастаться такими показателями, выступая в похожем амплуа. По истечению срока аренды, болельщики думали, что Хакими вернется в Реал и поборется с возрастным карвахалем за место в основе, но руководство сливочных распорядилось совсем иначе. Тогдашний тренер клуба Зенитин Зидан посоветовал Флорентино Пересу продать Ашрафа в Интер за 43 миллиона евро, так как не видел марокканца в своей системе. На Джузеппе Мяца защитник продолжил прогрессировать и за один сезон успел выиграть Скудетто, отметившись 7-ю голами и 8-ю ассистами в серии А. Прошлым летом Интер из-за финансовых проблем был вынужден продать футболиста за 65 миллионов евро в Парис-Ан-Жермен, где Хакими успешно выступает и по сей день, и уже пополнил свою коллекцию парочкой новых трофеев. Тео Эрнандес Летом 2017 года француз перешел в Реал из Атлетико, где ранее выступал вместе со своим братом Лукасом. Руководству сливочных понравилась игра левого защитника в аренде за оловес, поэтому клуб не поскупился выложить за молодого таланта 24 миллиона евро. Но придя в команду, Тео понимал, что ему придется составить конкуренцию Марсела, который в то время был неприкасаемым игроком старта. В своем единственном сезоне футболки Реала Эрнандес провел 23 матча во всех турнирах и отметился тремя ассистами. Но даже несмотря на это, у Фулбека не было никаких шансов пробиться в основу. Осознав свое безнадежное положение, француз отправился в аренду в Сосъедад, где ничем особенным не отметился. Летом 2019-го Тео решился на более радикальные перемены, переехал в другой чемпионат. Милан выложил за футболиста 21,5 миллион евро и гарантировал ему стабильное игровое время. С тех пор карьера Эрнандеса стремительно пошла в гору. За три года на Сан-Сиру Тео добился невероятного прогресса, превратился в одного из самых результативных крайних защитников в мировом футболе за 122 матча в составе Росонери. Француз отметился 20 голами и 23 ассистами. В прошлом сезоне игрок сделал большой вклад в успехи команды и помог ей впервые за 11 лет взять Скудетто. Венцом компании для футболиста стал гол в домашней игре против Аталанты, где Эрнандес пробежал через все поле и забил лучший мяч прошлого розыгрыша серии А. Вдобавок ко всем успехам, защитник также стал основным в сборной Франции и с большой долей вероятностью сохранит свои позиции к грядущему чемпионату мира. Матео Ковачич Переходя в Реал в 2015 году из миланского Интера, Хорват подавал большие надежды и по праву считался одним из самых перспективных футболистов мира. За талантливого хавбека сливочные заплатили 38 миллионов евро и были готовы постепенно внедрять игрока в основу. Но, как и в предыдущих случаях, раскрыться помешал высокий уровень конкуренции. Для игры в старте Ковачичу было необходимо вытеснить Казимиру, Модрича или Кроулса, которые сформировали качественную связку в центре поля. Матео боролся за свое место три сезона и выиграл множество трофеев, включая три лиги чемпионов. В конце концов, Хорват не выдержал и летом 2018 года отправился в Челси. Сделка была оформлена на правах аренды, но спустя год синие все же договорились о выкупе за 45 миллионов евро на Стэнфорд-Бридж. Полузащитник стал куда чаще выходить на поле и со временем вырос в одного из лучших хавбеков английской премьер-лиги. В плане результативности футболист не прибавил, но зато стал куда лучше продвигать мяч и читать соперника. За четыре сезона в Челси Ковачич отыграл 183 матча, где отметился четырьмя голами и 13-ю ассистами. В кампании 2020-21 Хорват выиграл свой четвертый кубок Лиги чемпионов, но, к сожалению, из-за травмы не смог принять участие в полуфиналах против бывшего Реала, где синие одержали уверенную победу 3-1 по сумме двух матчей. Рафаэль Вандерварт Нидерландец перешел в Реал летом 2008 года из Гамбурга, где за три сезона отметился 29-ю голами и 19-ю ассистами в Бундеслиге, заплатив за трансфер 15 миллионов евро. Руководство королевского клуба было уверено в том, что сделка окупится. Тем не менее, на Барнабе у Рафаэлю так и не удалось стать любимцем болельщиков. В своих единственных двух сезонах в сливочной форме Хавбек не оправдал ожиданий, отметившись 12-ю голами и 13-ю результативными передачами во всех турнирах. Когда летом 2010-го года Реал возглавил Жозему Уринью, нестабильный Вандерварт оказался ненужным, о чем сразу дали понять летние трансферы в лице Анхеля Демарии и Месута Азила. В итоге Вандерварт перешел за 10,5 миллионов евро в Тоттенхам, где ему сразу гарантировали важную роль. Перебравшись в АПЛ, у игрока открылось второе дыхание, поэтому полузащитник без особых проблем вписался в команду Гарри Реднопа. К сожалению, футболист оказался на Уайт-Харт-Лейн довольно поздно, в возрасте 29 лет. В каждом из своих двух сезонов в Стане Шпор нидерландец всегда забивал минимум по 10 голов в АПЛ. и представлял собой большую угрозу для обороны соперников. Летом 2013 года Рафаэль принял решение вернуться в Гамбург, где потихоньку сбавил обороты. В последующие годы Вандерварт играл за такие клубы, как Бетис, Митюланд и Эсберг, где и завершил карьеру в 2018 году. Друзья, если вам нравится наше творчество, то рекомендуем подписаться и на наш телеграм-канал Голл-24. Только в нашем телеграм-канале вы будете получать уникальную футбольную статистику, участвовать в викторинах, а также первыми получать срочные новости из мира футбола. Ссылка на телеграм-канал будет в описании. Защитник вступил в Академию Королевского клуба в возрасте 9 лет, а дебютировал за взрослую команду в 2010-м. И всего одна минута, проведенная в выездной игре Ла Лиги против Рассинга, для Маркоса так и осталась последней в сливочной футболке. Как игрок, так и клуб не видели перспектив сотрудничества. Поэтому спустя несколько месяцев после дебюта, Алонсо за 2 миллиона 400 тысяч евро был продан в Болтон. В английской команде футболист стал основным лишь к 2012 году, когда рысаки вылетели в чемпионшип. После успешной кампании 2012-13, испанец ушел свободным агентом в Фиорентину. В первые полгода в составе фиалок футболист практически не выходил на поле, вследствие чего зимой отправился в аренду в Сандерланд, которому по итогу помог сохранить прописку ВПЛ. Лишь после, вернувшись во Флоренцию, Алонсо превратился в другого игрока и начал быстро прогрессировать. К 2016 году успехи футболиста заметил Антонио Конте, который пригласил испанца в Челси. Решение перебраться на Стэнфорд-Бридж было одним из лучших в карьере Маркоса. Здесь он вырос в одного из самых результативных защитников чемпионата Англии, выиграл множество трофеев. За шесть лет в клубе Алонсо провел 211 матчей, где забил 29 голов и отдал 23 асиста. Помимо этого Фулбек выиграл АПЛ, Лигу чемпионов, Лигу Европы и другие трофеи. Этим летом футболист был близок к возвращению в Ла Лигу. Он решил не обращать внимания на прошлые связи с мадридским Реалом и перейти в Барселону, которая отчаянно желала заполучить Маркоса на левый фланг обороны. Сэмюэль ЭТО Легендарный камерунец попал в Академию Реала в возрасте 16 лет и ради того, чтобы пробиться в основу, уезжал в аренду в Испаньол и Лиганес. Тем не менее, эти шаги не помогли нападающему обрести уверенность, поэтому Сэмюэль покинул Сантьяго Барнабеу в 2000 году, проведя всего 7 матчей за взрослую команду. Новым клубом форварда стала Мальорка, где игрок за 4 сезона полностью преобразился и стал одним из лучших бомбардиров Ла Лиги. 68 голов в 156 матчах за островитян помогли ЭТО получить повышение, и в 2004 году за 27 миллионов евро он отправился в стан злейших врагов Реала, в каталонскую Барселону. На Кампноу камерунец стал одним из ключевых футболистов и не раздавал сливочным повод пожалеть о решении продать его в Мальорку. В целом ЭТО провел за синегранатовых 198 матчей, где забил 130 голов. Кроме того, выиграл три титула Ла Лиги, Кубок Испании и две Лиги чемпионов. Оказавшись в 2009 году в Интере, Сэмюэль продолжил демонстрировать высокий класс и в своем дебютном сезоне стал первым игроком в истории, которому дважды подряд удалось выиграть золотой Требл в составе двух разных команд в следующие годы. Возраст уже давал о себе знать, и ЭТО помимо выступлений за Челси в Кампании 2013-14 ничем особо не отметился, после чего постепенно подошел к завершению карьеры. Так или иначе, Сэмюэль определенно вошел в историю как один из лучших нападающих 21 века. Кстати, про тех, кто зажигает сейчас и является важными бомбардирами для команды, мы опубликовали отдельное видео на нашем канале. На их счету огромный процент от общей суммы голов своего клуба. Если не успели посмотреть, то рекомендуем. Продолжим. Фабиньо Мадридский Реал арендовал многообещающего бразильца летом 2012 года у португальского Риуави. В своем единственном сезоне за клуб. Футболист отыграл 30 матчей за Кастилью, и даже один поединок за взрослую команду, где за 14 минут он отметился ассистом воротам Малаги. Тем не менее, по окончанию кампании сливочные не стали выкупать футболиста, поэтому Фабиньо вернулся в Риуави, который буквально сразу продал его в Монако за 6 миллионов евро. В составе Манегасков бразилец сделал следующий шаг в развитии и открыл для себя новую позицию. Если до этого он работал только на правом фланге обороны, то со временем переквалифицировался в центрального полузащитника. Самый большой прорыв футболист совершил в сезоне 2016-17, где дошел с Монако до полуфинала Лиги чемпионов, выиграл с клубом чемпионат Франции. После той кампании Манегаски расстались со многими ключевыми игроками, но Фабиньо остался еще на год, после чего наконец перешел в Ливерпуль. Под руководством Юргена Клопа бразилец начал выступать еще лучше, и благодаря своим фирменным отборам и перехватам, спустя некоторое время стал одним из лучших полузащитников в АПЛ. Более того, наставник красных иногда даже ставил Фабинью в центр обороны, где футболист действовал все так же бесподобно. В своем дебютном сезоне игрок выиграл с командой Лигу чемпионов, а еще через год — чемпионат Англии. В конце прошлой кампании у полузащитника была отличная возможность поквитаться с бывшим Реалом в финале Лиги чемпионов, но, к сожалению для Фабинью, в решающей игре в Париже сливочные оказались сильнее. Хуан Мата Являясь воспитанником Реала, испанский волшебник так и не смог дебютировать за взрослую команду. Руководство не могло гарантировать молодому таланту игровое время, так как в клубе было полным-полно опытных исполнителей мирового класса. Конкуренция была настолько жесткой, что после одного сезона в составе Кастильи полузащитник решил уйти в Валенсию, которая гарантировала ему место в основе. В стане летучих мышей футболист сполна продемонстрировал свой потенциал и обратил внимание многих европейских грандов. В 171 матче за оранжевых Ховбек отметился 46 голами и 52 ассистами, после чего в 2011 году за 26 миллионов 700 тысяч евро ушел в лондонский Челси. В первом же сезоне на Стэнфорд-Бридж испанец стал любимцем болельщиков и выиграл с клубом Кубок Англии и Лигу чемпионов. Вторая кампания в составе «Синих» в плане результативности выдалась лучшей в карьере Хуана. Полузащитник во всех турнирах забил 18 голов, отдал 35 ассистов, вследствие чего второй раз подряд был признан игроком года в Челсе. Помимо этого игрок также выиграл с клубом Лигу Европы и стал одним из немногих футболистов, которым удалось завоевать все четыре трофея – Лигу чемпионов, Лигу Европы, Чемпионат мира и Евро. Но все эти успехи как будто бы сошли на нет, когда на Стэнфорд-Бридж летом 2013 года вернулся Жозе Мауринью. Португалец был недоволен тем, как Мата отрабатывает в обороне, поэтому Хавбеку на полгода пришлось сесть на лавку, пока за ним не пришел Манчестер Юнайтед. За игрока, который на тот момент был одним из лучших в АПЛ, «Красные дьяволы» заплатили 44 миллиона 730 тысяч евро. На Олд Траффорд Хуан задержался на 8 лет, но не смог стать для МЮ таким же важным футболистом, каковым с 2011 по 2013 годы являлся для Челси. Тем не менее, в составе манкунианцев Мата забил 51 гол и отдал 47 ассистов. Кроме того, выиграл Лигу Европы, Кубок Лиги и Кубок Англии, после чего этим летом покинул клуб на правах свободного агента. Хуан Фран Испанец оказался в Академии Сливочных в возрасте 16 лет, подавал большие надежды. Со временем защитника интегрировали в первую команду, где из-за жесткой конкуренции у футболиста почти не было шансов пробиться в основу. До 2005 года Хуан Фран провел за Реал 11 матчей во всех турнирах, где отметился двумя ассистами. Затем игрок решил уйти в аренду в Испаньол, чтобы через год вернуться на Бернабеу более зрелым. Тем не менее, после периода в каталонском клубе, Фулбек окончательно покинул Реал и перешел в Ассасуну. Спустя пять лет выступлений за красных, защитника приметил мадридский Атлетико, который заплатил за него 4 миллиона 250 тысяч евро. В стане матрасников футболист начал прогрессировать семимильными шагами и со временем под руководством Диего Симеоне вырос в одного из лучших игроков на своей позиции в Ла Лиге. В кампании 2013-14 Атлетико выиграл чемпионат Испании и был в шаге от того, чтобы взять Лигу чемпионов. Но в драматичном финале против Реала сделать этого не удалось. Спустя два года судьба предоставила Хуан Франу отличную возможность отомстить бывшему клубу в решающем матче Лиги чемпионов на Сан-Сиро. Но, к сожалению, матрасников вновь настигла неудача. Сам защитник стал антигероем финала, не забив пенальти в послематчевой серии. В команде Диего Симеоне Хуан Фран задержался до 2019 года и выиграл Кубок Испании, Ла Лигу, две Лиги Европы и два Суперкубка УИФа. Свои последние игровые годы испанец провел в бразильском Сан-Паулу, где и завершил карьеру прошлой весной. Хосе Кальехон Воспитанник Реала выступал за Академию клуба с 15 лет, но к 2008 году так и не смог дебютировать за основную команду и решил уйти в Испаньол. Спустя три года и 105 матчей в составе каталонцев. Оказалось, история Кальехона со сливочными еще не закончена. Королевский клуб остался под впечатлением от шести голов и десяти ассистов футболиста в последнем сезоне в Ла Лиге и вернул его на поле под руководством Жозе Мауринью. За две полноценные кампании испанец зарекомендовал себя как надежного игрока ротации, отметился двадцатью мячами и семью результативными передачами во всех турнирах. Но все изменилось, как только на позицию Кальехона летом 2013 года был приобретен звездный Гаррет Бэйл. Тогда руководство вновь указало Хосе на дверь и продало его в Наполе за 9,5 миллионов евро. В серии А Хосе превратился в совершенно другого игрока. Со временем Вингер повысил показатели результативности и стал одним из лучших футболистов неаполитанского клуба. В своем дебютном сезоне на Сан-Паулу испанец отметился пятнадцатью голами и семью ассистами в чемпионате, и тем самым сполна доказал свою состоятельность. В последующие годы Кальехон сформировал убийственную связку с Инсиньи и Мертенсом, которая под руководством Урицу Сари просто разрывала оборону соперников. В целом Хосе задержался в Наполе до 2020 года. Здесь у него 82 гола и 79 ассистов в 348 матчах. Позже игрок оказался в Фиорентине, но уже спустя два года этим летом покинул Фиалок и отправился обратно в Испанию, где будет выступать в Сигунде за Гранаду. Друзья, переход в Мадридский Реал является серьезным испытанием, с которым способен справиться далеко не каждый спортсмен. Футболисты из этого видео нашли в себе силы реанимировать карьеру, но помимо них есть и те, кто не смог оправиться после неудачного опыта на Бернабел. Уважаемые зрители, какой игрок из озвученного списка, по вашему мнению, мог раскрыться в футболке сливочных, если бы проявил больше терпения? Напишите об этом в комментариях. Благодарим!